Великую Отечественную войну В тот случай, знаете, когда говорят, если дается очень мало времени, голопом по Европам в русском народе есть такая поговорка. Изучаем быстро, массово и таким наскоком. Поэтому эта тема, этот раздел истории не терпит такого к себе отношения, как, впрочем, и все другие, но тема Великой Отечественной войны особенно. Поэтому учителя, имеющие педагогический стаж, которые работают в школе, они прекрасно понимают, что на этой теме мы никогда не экономим. Никогда. Ну чем грешат у нас вообще учебники истории и вообще курс истории? Перенасыщенностью. Но вот за этой перенасыщенностью, богатством истории, мы не должны забывать подвиги отдельных людей. Каждый человек того времени завоевал победу. Это они сражались, шли на пролом, били и выгоняли врага с родных земель. Это люди карабкались на Рейхстаг, чтобы установить там знамя победы. Это они радовались, плакали, умирали и не сдавались. 8 мая в 22 часа 43 минуты Германия безоговорочно капитулировала. Отечественная война длилась 4 года. 1418 дней смерти. Около где-то тысячи точно есть погибших. Примерно сколько человек погибло в войне Великой Отечественной? Может где-то несколько тысяч, там где-нибудь 9 тысяч. Миллион с чем-то. Миллион с чем-то. Миллион с чем-то, наверное. Или больше. Ты как думаешь? Я тоже думаю, та же. Ну, где-то около миллиона людей. Больше 20 миллионов советских граждан погибло. Почти 27 миллионов людей. Это общие потери Советского Союза. Военнослужащие, мирное население, попавшие в плен и пропавшие без вести. По идее, победа это обязательно должна была быть. Но той ценой, которую мы за нее заплатили, она заслуживает того, чтобы сегодня мы не только знали эту войну, мы ее помнили, мы чтили, мы знали людей, которые были в этой войне. И ученики в школе должны через себя пропускать ее, потому что они будущие родители, чтобы своим детям они могли сказать об этой войне не понаслышка, а в виде ветеранов Великой Отечественной войны. Это чуть ли не единственный праздник, достойный того, чтобы его отмечать всей страной. Потому что именно 9 мая – это день, который объединяет нацию. Но пока живы ветераны и пока наша страна имеет такое значение в мировой истории, как победитель фашизма, я считаю, что еще долго мы, наверное, будем вспоминать и честовать, и отдавать должное людям, которые для нас завоевали этот мир. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых непришедшие полей Не в землю эту полегли когда-то, а превратились в белых журавлей Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса Не потому ль так часто и печально, мы замолкаем, глядя в небеса Сегодня предвечернюю порою я вижу, как в тумане журавли летят своим определенным строем, как по полям людьми они брели Они летят, свершают путь свой длинный и выкликают чьи-то имена Не потому ли скричем журавлиным от века реча варская сходна Летит, летит по небу клину сталый, летит в тумане на исходе дня И в том строю есть промежуток малый, быть может, это место для меня Настанет день с журавлиной стаей, я поплыву в такой же сизой мгле Из-под небес по птичьи окликая Всех вас, кого оставим на земле Субтитры создавал DimaTorzok